Окрестности Новгородского Кремля и Древнего Волхова вновь огласились колокольным перезвоном. Уже в девятый раз в нашем городе прошел традиционный фестиваль «Звонарская веча», собравший мастеров древнерусского музыкального искусства из десятка соседних регионов. Громогласно-торжественные, праздничные или размеренно-лирические звуки плывут над землей, сопровождающий наших предков с рождения. Будничный музыкальный фон сегодня скорее диковинка, ниточка из прошлого. Поэтому на Новгородском фестивале «Звонарского искусства» всегда столько публики. Колокольный перезвон на Руси называли малиновым, сладким и приятным. Конечно, для слушателей на расстоянии это может и божественная музыка, а вот исполнителю то еще испытание для барабанных перепонок. Мне нравится просто, когда рядом с ними находишься, в эпицентре звука находиться, потому что эти обертона, они, конечно, уникальны. И они пронизывают тебя насквозь, и это ощущение необыкновенное. Екатерина не единственная девушка-звонарь. Слабый пол медленно, но верно рушит стереотипы и в этой консервативной сфере. Управляться с музыкальными инструментами весом от полутора до двадцати пудов совсем несложно. Главное – чувство ритма и хорошая координация. Для новичка достаточно. Но настоящий звонарь-виртуоз своих подопечных, словно детей, различает по голосу. Сами колокола являются частью звона. То есть, если взять звон, зафиксировать его каким-либо образом на ноты или еще как-то, и механически перенести на другие колокола, это будет совершенно другой звон. На звонарском вече в буквальном смысле звонили во все колокола. Свои голоса подавали не только рабочие лошадки Софийской звонницы, но и старинные экспонаты молчуны, которые обычно лишь позируют гостям со своих постаментов. Участники фестиваля из Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Вологды исполнили для зрителей традиционные церковные и современные колокольные композиции. Субтитры создавал DimaTorzok